Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Новое мартовское утро. С юморком. С юморком будем его проводить. Из ценнейшей и полезнейшей информации учора я был в Ростове-на-Дому. Презентация книги о Василии Алексееве. Хочу быть первым. Позоролся с собачками. Я вчера так сделал небольшое видео про это «хочу». И помимо слова «хочу» есть еще слово «как». Как осуществить это «хочу»? Хотим мы всего. Здоровья, богатства, счастья. Ну вот всего. Хочем, да? Вступаем в эту жизнь. Но вот я так начну со спорта. Это мне поближе, как-то понятнее все это. Вот «хочу» там встать. Не будем заморачиваться на самого первого. А там, допустим, «хочу» выполнить норму мастера спорта. «Хочу». Ну вот для этого собственные целовые показатели надо увеличить раза в три, а то в четыре. То есть человек приходит, он там может поднять. Ну вот взрослый человек пришел. Грубо говоря, в рывке это возьмем в толчки. Толчки он там может поднять. Среднестатический килограмм 60-70, 80 это уже так. А толкнуть надо там на мастера. Где-то килограмм 150-160. Это если вес так примерно примерно килограмм 75-80. Такая категория, будем так говорить. Вот такой вес надо толкнуть. И «хочу». Между словом, так сказать, «хочу» и между словом «как» возникает такая большая большая дистанция. Как это все осуществить, понимаете? И это все применимо к любой или к любому роду деятельности человека. Как осуществить? Ну и вот есть какие-то общепринятые примерно «да, вот так вот там занимайся, тренируйся и получишь желаемый результат». вроде бы так просто представляется. Но не все так просто, как хотелось, когда это все дело начинает осуществляться на практике. Если сказать такими простыми словами, для получения результата надо долбить регулярно в одну и ту же точку, чтобы это получилось. Ну вот практика начинает показывать. Следующее. Насколько регулярно ты долбишь, как именно ты долбишь и много других вещей. Вот пришел там мальчишка начинает тренироваться и тут у него ну не хватает усидчивости, терпения. Да там то есть нету должной мотивации целеустремленности. И вот так спустя рукава. И результат мастера спорта для него кажется чем-то таким несбыточным, далеким мотивацией. Другой слишком рьяно стал заниматься. Ага. Не учитывая свои восстановительные способности организма. Трах-бах получил перетренировку. Вот. и тоже это все то есть здоровье не позволило. Слишком он замахнулся на все это дело. Не соразмерил свои усилия с возможностями. Я тоже остановился там третий слишком смелый. Ага, сейчас я тут с большими весами. Трах-бах. травма. И все. И на этом все дело закончилось. Да. Вот. И подобное получается во всех сферах. вот. Если так взять по здоровью. Как мне там кто-то пишет. Да. Ты лучше бы дал мне или нам дал рецептик на эту тему. А я возьми и дай. Я говорю да ты мин вот можно есть. Этого достаточно. Вот так вот. Сразу же опять вопросы. А как его принимать? А когда его принимать? А сколько его принимать? А в каком количестве его принимать? А в каких случаях его принимать? Как? 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 Вот и пошли вот эти каки. Поэтому вот опять таки есть что-то такое у человека создалось мнение допустим здоровый образ жизни вот так вот примерно у него и другие там поют хотя сами ничего не добились что касается духовного совершенства примерно вот то 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 при этом сами ничего не добились в бизнесе да все тут то все тут твердят так сяк посмотреть что у них там есть в кармашеках так сказать а кармашек это пустые а в построении каких-то там семейных ценностях семья что чё как-то мучат вот так вот так вот так вот надо а а на самом деле да ничего подобного раза по три женились разводились вот там где-нибудь в творческой профессии тоже что-то там сделали и там рассказывают вот мы тут такие всякие толком ничего выдающегося нету знаете так какая-то поделка поэтому в мире так уж повелось что всегда были такие люди маяки лыбы на которых шло равнение в спорте у бизнесе там допустим ага у кого там вот жизнь сложилась семейная как он ее там слаживал равнялись в творчестве там что человек для этого делал ага выздоровление чего там он достиг кем он там стал не просто что-то там он сделал такое да а дальше что чё как так и вот Василий Иванович Алексей как раз вот таким является маяком глыбой которая знаете не просто там тралялялялялялялялялялялялялялялялялялялялялялялялялялялялялялялялялялялялял markang А это хотение осуществило восемь раз стать чемпионом мира. То есть это вот в течение восьми лет вы должны подтверждать свое звание самого сильного человека планеты. Восемь раз. Сейчас тут встают вопросы. То есть вот он начал заниматься. Начал заниматься. И потом в результате этих занятий, травмы, начались травмы. Вроде результат пошел, потом откаты начались. Сейчас непонятно, что и как. И вот тут-то, тут-то, вот его, Бог говорит, не просто золотые, а бриллиантовые слова, которые, когда он говорит, что дело не в одаренности, не в силе, а дело, прежде всего, в уме человека, как он может эти проблемы решить. По силе, ну да, он был, как бы сказать, получше предрасположен там, чем остальные там. Получше, но были и еще гораздо лучше. Например, как Леонид Жаботинский. Вот, то есть люди с еще большими, так сказать, возможностями. И подареннее там. Прекрасно координирован Леонид Жаботинский. Рвал, толкал. Ну вот. И силен, естественно, был. Но вот что-то не хватало для того, чтобы еще стать сильнее. Или где-то там он успокоился, где-то мотивация там стала не та, что требовалась. Ну вот. А вот, Вальсер Иванович. После травмы вот, надо было придумать средства, как там, допустим, после травмы спины, которая тебя, вообще тебе не дает заниматься, стать еще здоровее, еще более сильнее, чтобы устанавливать рекорды. То есть, травма, допустим, была получена, когда он там занимался с весами, там, 160 килограмм где-то там под 200. А установил он рекорды, когда уже там веса были 250. Представляете? Насколько это надо было все это сделать, для того, чтобы 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 все это осуществить. Слово хочу превратить в словом сделал. Могу и сделал. Вот слово как выступает. Как надо какать, чтобы 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 это осуществить. вот были придуманы тренажеры, были придуманы новые подходы к тренировке, к наращиванию силы, там, к восстановлению и многое-многое другое. Вот, и вот это вот все в сумме и привело к тому, что именно он стал чемпионом. На восемь лет в мире была куча других сильных людей, которые хотели стать первыми. Ну, Василий Иванович вот показал, что нет. И можно так сказать, что это ну, там, единичный случай. Мол, там, одаренный, мол, там, еще что-то там такое. То есть, выбросить его самую важную фразу, что дело не в одаренности, не в наследственности там, а дело в том, как человек к этому делу подходит. Как он все это сначала умственно, как он там сказал сначала мысль, а потом уже все остальное. Как он это все мыслил, как эту проблему. Вот, что когда он стал тренером сборной СССР, там она вроде как три года была под его началом сборной по тяжелой атлетике. Вот, что он там выиграл и чемпионат мира, и олимпийские игры, и ни одной баранки при нем не было. Баранка это когда человек выходит на помост и не поднимает заявленный вес. То есть вся его подготовка там годовая к чемпионату мира идет коту под хвост. А если это олимпийские игры, это четыре года. То есть тем самым он показал, что все это работает. Вот что интересно и важно. И всегда были вот такие светочи, которые как столбы, как маяки блистали нам, делали. Люди на них равнялись, пытались сделать там. Ну, при должном старании, мотивации это у них получалось. Вот то же самое в оздоровлении. Вот вообще не хотят вот такие вот видео смотреть. А что там нам смотреть? Я вот смотрю телевизор так. между делом когда там. И удивляюсь. Вот только против вирусов дайте нам или вообще мысль работает на вакцину. Дайте нам вакцину и больше ничего. То есть это научная мысль. Больше она никуда не смотрит в то, что допустим все еще говорят поднять иммунитет, поднять иммунитет, а как его поднять толком никто не знает. Потому что очень мало людей собственно лично прошли через этот процесс поднятия иммунитета. А остальные только вот так теоретики разглагольствуют, что он бывает тут такой природный там специфический неспецифический к определенному заболеванию и что там можно вот так что вот так то есть все это в теории практики единицы и как правило это люди совершенно иного склада ума совершенно из иных областей показывают такие вещи нежели те которые должны были это сделать вот немножечко я отвлекся от этого дела отвлекся вспоминаю значит люди которые сами на практике прошли то есть ценно то что человек сам прошел есть такие люди есть вот на них то надо равняться а все остальные которые там вам будут рассказывать про ферритин меритин или еще про какие-то вещи будучи молодыми и здоровыми и не попавшими ни в какие-то ситуации просто по молодости они так выглядят как впрочем и все мы в молодости выглядели хорошо за редким исключением вот и на этих вообще равняться не стоит вообще не даром есть такая пословица хорошая пословица за одного битого трех не битых дают трех не двух а трех и так насколько я так в теме тяжелой атлетики выделим основное что Василий Иванович делал это первое самое главное совершенно иной подход к тренировке были различные подходы к тренировке что допустим надо сработать с весом 80-90% от максимума примерно так как правило это такие веса которые человек должен поднимать он должен хорошенько так собраться мобилизоваться а если это повторяется от тренировки к тренировке с этими весами мол еще больше силы будут расти что тут происходит истощение нервной системы потому что надо на подъем мобилизоваться а все эти психические резервы они не так-то быстро восстанавливаются как хотелось бы это раз и второе вот на фоне того что человек где-то не может мобилизоваться не может восстановиться после таких подъемов а лезет на это веса возникают травмы причем травмы жесточайшие сразу же перечеркивающие карьеру человека только трах-бах что-то лопнуло треснуло сустав вывернуло да и все то есть редко кто может восстанавливаться после таких травм то есть первое значит целостный подход к тренировочному процессу совершенно иной то есть работать с такими весами которые бы повышали адаптационные возможности организма это примерно там где-то от 30 до 60 процентов от максимума большое количество там повторений большой тоннаж который создает своеобразный фундамент и этот фундамент потихонечку растет это это как бы растет общая сила организма на базе которого потом уже выдаются результаты то есть вот с такими весами здесь исключается возможность травматизации и будем говорить вот это вот идет такая вот постепенная адаптация организма к совершенно иной как бы сказать жизни то есть это не просто человек там позанимался а он это уже образ его жизни он постоянно находится под нагрузкой которая вот способствует тому что начинает расти его сила вот эта общая сила это очень важно понимать вот так вот на мой скромный взгляд Василий Иванович начал такие вот удивительные удивительные эти рост своих результатов силы возможностей ну вот как вспоминают те которые рядом с ним находились тренировались вот он и приходил чуть ли не первый спортзал и уходил последний вот далее травмы получены разного рода травмы что делать как с ними бороться он придумал у меня спина была раз колени два там такой то есть такие травмы которые вычеркивают людей из спорта особенно больших достижений был придуман тренажер для спины в смысле это упражнение и было то вообще то там наклоны через козла сейчас его так мудренно называют иностранным словом гиперэкстензия или как то там так вот то есть не могут по-русски изъясняться все что-то норовят вставить какую-то ерунду а это просто наклоны через козла закачивание спины в результате чего спина становится то есть восстанавливается спина у тяжелоатлетов и других видов спорта где она должна быть такая мощная далее развивание вот коленей такой тренажерчик я вам показывал который я сделал он тоже сейчас есть в каждом спортзале практически сидишь и разгибаешь ноги без нагрузки на суставы тем не менее работает вот у него полтора года что-то болели застудил пара тренировок сделал с помощью этого тренажера и пожалуйста все прошло и дальше то есть способность восстанавливаться после травм это очень важно вначале это вообще надо хороший тренер это тот который так тренирует своего подопечного чтобы у него было как можно меньше травм желательно чтобы их вообще не было далее это способность восстановиться после перенесенной травмы сделать себя еще сильнее и дальше идти это тоже большого стоит наконец-таки следующее это то что у Василия Ивановича когда выполняется то или иное упражнение тот же рывок тот же толчок это движение распадается на ряд элементов которые выполняются технически и вот там где недостаточно силы там начинает нарушаться техника вот поэтому помимо того что осваивается должным образом техника далее в зависимости от того где у тебя слабина чтобы она не проявлялась делается упражнение направленное на то чтобы там ее не было то есть это вот хорошо проявляется когда штангист толкает штангу вверх от груди вот и в ножницах не может ее удержать то есть здесь надо работать над тем как ее удержать а не просто там вытолкнуть повыше или еще то есть здесь уже тренируется там разножка мышцы которые ну и прочее 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 вот это вот Василий Иванович отлично понимал и тренировал вот у него там специально была штанга подвешена вверху под которую он становился чтобы держать уже вес там вверху тот который вытолкнут тот который был выжат его же надо там держать и чтоб он тебя не болтал а была фиксация хорошая фиксация вот это вот он делал ну и там ряд других это я так привожу вещей так сказать вещей привожу и вот все это вместе позволило ему 8 лет быть самым сильным в мире установить 80 рекордов мира то есть это рекорд мира тогда был 220 с небольшим а он его то есть до этого рекорда надо дойти толчки 220 с небольшим дойти а потом еще вперед идти так вот он к нему еще прибавил 35 килограммов 255 как вам такое это в 76 году это до сих пор считается таким супер результатом мало кто такое из современных атлетов делает то есть это уже с таким результатом выигрываются и сейчас и чемпионаты мира и и олимпийские игры вот есть конечно и посильнее но в некоторых случаях вот этого было бы достаточно в зависимости от того какой состав попадется а в основном этого достаточно за редким исключением вот что касается Василия Ивановича Алексеева теперь вот это уже все его уникальная вот эта фраза хочу быть первым но для этого надо не столько одаренность иметь не столько как там говорит генетическую предрасположенность а для этого надо иметь прекрасную голову светлого которая думает хорошо которая понимает как надо решать проблемы с помощью чего надо решать как надо самого себя изменить чтобы это сделать за вас то никто не будет делать те тренировки вот и тогда будет результат то есть как выздороветь вот сейчас смотрите что получилось добрая здоровьица что получилось так сказать в медицинском мире в общем вот это научная медицина с таблетками вакцинами она тут народную медицину затоптала все она тут не нужна она тут устарела она тут это и вот на тебе вот этот вот вот эта напасть вирусная показала что тут медицина современная с их с их вакцинами совсем таким сяким бессильно что они нам говорят все выслышали по телеку ну там заболеют там все или там не все значит часть умрет остальные переживут у них появится иммунитет и все нормально вот вот так вот то есть упор на вакцину ничего там не разработано не внедрено будто никаких других средств нету и в то же время вот Китай где где значит народ сохранил свою народную медицину и плюс там развивал и современную медицину и вот как раз вот этот вот случай показал что если научная медицина современная медицина не работает оказалось бессильной потому что знаете все это бессилие именно из-за того из-за твердолобости и из однонаправленности зашоренности однонаправленности вот вот так только или иначе что касается народной медицины то она смотрит гораздо шире имеет имеет сотни раз больше опыта по лечению тех или иных заболеваний с помощью вот она окружающего нас мира именно природа нам его додала для того чтобы мы не просто жили но и могли в случае чего помочь себе исцелить себя и вот китайская медицина показала что народная медицина прекрасно работает против проявлений вот этих вот вирусов которые как бы сказать ну вирус вирусом а в результате что происходит происходит отказ органов дыхания и человек помирает а если мы направим усилие на поддержание с помощью тех же трав корешков снадобий на поддержание легких то мы это все переживем и дальше будем житы не тужиты этого никто не видит и даже не заикается на эту тему что может быть какой-то я хочу и как осуществить эту хотелку чтобы она воплотилась в жизнь а вот такие вот рассуждения лучше дайте нам рецептик а я вот дал вам рецептик там допустим а человек не понимает даже как он этот рецепт работает так просто вот этот попей там семя отмина и будет тебе здоровье счастье благополучие то есть он смотрит на эти семена и вот какие мне лично были вопросы их надо размельчить их надо заварить их надо просто проглотить когда это делать как долго это делать какая дозировка а дитям можно а маме старушке можно и еще там такие которые это вообще удивляются что они могут таки вот быть то есть это говорит о полном непонимании того что происходит внутри человека во время здоровья во время болезни что надо делать для оздоровления на какие процессы влиять что надо делать для того чтобы вообще это не допустить и многое другое то есть вылазить каки как это все сделать и вот для этого есть маяки на которые надо равняться и опыт которых надо перенимать опыт понимаете опыт вникать в то что они говорили на что обращали внимание что там они делали вот это вот одно из важных особенностей кстати такой был интересный вопрос а вот как сейчас там народная медицина а как сейчас народная медицина все кинулись в эту вот таблеточно укольную какую-то знаете неестественную медицину для лечения вот считают что там таблетка сделает укол сделает это сделает не понимая что мы работаем с жизненной силой человека мы вообще не знаем что такая есть вот человек что-то живет почему он живет кто его знает а вот таблеточка якобы там то сделает это все сделает то есть непонимание даже на что они там пытаются повлиять думают вот это так повлияет а насколько она влияет кто его знает вот и в то же время народная медицина которая там такие хорошие настоящие специалисты там если они сохранились в каком-то там штучном экземпляре раньше их было гораздо больше то даже понимать что там написано в этих травниках люди уже не могут потому что они разучились мыслить в этом направлении что такое там допустим как с восточной медицины индивидуальная конституция почему она бывает такой сякой почему возникает расстройство на почве того или иного жизненного принципа за счет чего это происходит ну очень мало специалистов и вот в итоге одно знание забывается а другое какое-то искусственно ничего не дает того что от него хотят ну вот мы с вами так прекрасно побеседовали и как раз нам подбросил тематику вот этот рекорд 600 килограммов установленных 50 лет назад 18 марта Василием Ивановичем Алексеевым что это за человек самостоятельный это очень важно быть самостоятельным во всех отношениях надо сделать пожалуйста руки голова есть сделал тренажер такой сделал такой тренажер ну и так далее вот я как раз рассказывал про Василия Ивановича Алексеева как бы сказать затронул фундаментальные основы тренировочного процесса при каких условиях возмож рост силы рост показателей силы ну давайте смотрите рассуждать вот существует такая методика чем больше вес ну допустим 90% 80% от максимума тренироваться там по 2-3 раза тем значит это будет способствовать росту силы что тут значит происходит несомненно организм должен откликаться на вот эту нагрузку несомненно он должен формировать соответствующие механизмы по приспособлению к этой нагрузке к как бы сказать супер приспособлению то есть как бы сказать наращивание запасов силы и прочего для того чтобы справляться с ней то есть организм вот таким вот образом отвечает при этом смотрите что тут тратится естественно энергия чисто физическая там распадает но и на напряжение тратится духовная энергия то есть это та энергия которая должна обеспечить волевое напряжение определенной силы то есть тут не максимальная вот где-то около максимальной то есть и она тренируется и вот оказывается если физика белки жиры углеводы вот этого сахара можно восстановить довольно таки быстро просто-напросто покушал то вот когда человек проявляет волевые усилия он тратит энергетику которая не компенсируется с помощью питания то есть это совершенно другой уровень энергии который компенсируется ее траты в основном с помощью сна то есть это вот такая пассивная как бы сказать пассивные условия в которых даже ум отключается чтобы происходили вот это восстановление что нам показывает практика после того как человек вот что-то такое сделал значительное там было у него вот он был напряжен что-то там делал 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 а потом когда все это сделано значит возникает расслабор и сон человек спит то есть как раз он восстанавливает вот это так вот как раз по восстановлению восстановлению вот этих психических резервов которые тратятся на тренировки при подымании весов 80-90% и идет расход и невосстановление то есть все идет к тому что возникает перетренировка если это чем-то таким не компенсировать уже какими-то особыми средствами вот и в результате человек себя загоняет в тупик и получается остановка приростов силы просто организм не может выдавать вот это волевое усилие сегодня завтра и послезавтра он исчерпал себя психические резервы возникает откат и совсем другое дело когда мы с вами делаем так называемые базовые тренировки то есть вот смотрите я хожу сейчас у меня нагрузка одна а допустим я подвесил на плечи рюкзачок килограмм 10-15 и с ним хожу то есть у меня постепенно возникает адаптация к этому весу так вот и в тренировке с тяжестями то есть и в общем в общем после ношения этого рюкзачка там через год я делаюсь сильнее в общем это очень важно понимать то есть не в чем-то в отдельном а я стал сильнее в общем в общем плане вот это примерно так как там тренировался мелон кротонский который там носил если я не ошибаюсь на плечах бычка бычок родился там сколько там весил ну килограмм 60-80 пускай да до крепкого человека это ерунда он его на плечи чуть-чуть там кружок два там где-то сделал и так каждый день бычок растет прибавляет потихонечку и в итоге там сколько через год через два этот бычок уже весит раза в три больше и естественно человек постепенно укрепил свой организм так точно и тренировки с весом там наверное от 40 до 60 процентов способствует тому что дается вот такая базовая нагрузка но она должна быть не знаете не короткая она должна быть достаточно объемной то есть занимать какой-то большой объем там они говорят примерно за одну тренировку там или за день так сказать человек поднимает от 40 тонн там до 70 то может даже ты больше вот вот под такую нагрузку держит но вес небольшой и за счет этого происходит адаптация организма когда это делается изо дня в день там естественно адаптация организма к этим нагрузкам начинает идти вот эта фаза суперкомпенсации но при этом не расходуется вот эта волевая энергия духовная энергия которая идет на поддержание волевого этого усилия в результате после такой тренировки в течение допустим месяцев там трех то есть начал человек там заниматься 100 килограмм там поднимает ну там раза по два потом только раз раз поднимает раза по 4 по 5 уже чувствует ага сильнишка выросла там и вот соревнования уже человек начинает чувствовать что он сильнее и если он там допустим поднимал 120 килограмм он уже может поднять там 130 килограмм все там какая-то небольшая передышка и далее опять начинается та же работа в течение там трех месяцев в течение там полугода опять так сказать вот это плато уже он тренируется с весом не 100 килограмм а допустим с весом 105 килограмм 105 там 110 килограмм и так же на 2-3 раза дошел до 5-6 о все чувствует формочка пошла 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 и потом уже он так поднимает на соревнованиях еще больше и при этом опять-таки повторю не тратится вот эта психическая энергия на обеспечение волевого усилия то есть выдачи мощного волевого импульса который поднимает максимальное веса то есть это две большие разницы два разных подхода важно учитывать ну и в качестве примера я могу привести даже собственные тренировки вот я где-то остановился на уровне первого разряда мой результат был 130 160 и как-то дальше ничего не получалось так обычные там тренировки тара-та-та-та-та-та-та-та а потом так случилось что после того как мне сделали аппендицит в сентябре город Еск после так сказать таких операций Люди особо не поднимают По общим принятым меркам И таких солдат со спортрута Убирают в часть Ну я же естественно Жаждал тренироваться И вот я после Или даже в августе мне сделали В августе мне сделали И вот я начал потихонечку Сентябрь Октябрь Ноябрь и декабрь Будем так сказать полноценно Я где-то 3 месяца пропахал Знаете Как вот раб на галерах Или там Папа Карло В своей мастерской То есть я Потрудился регулярно По вечерам Потому что днем меня На работу отправляли То есть по вечерам Я регулярно Потрудился Хорошенько В течение Где-то 3 месяцев Все это такое Более-менее питание Было нормально Там я на Молзавод Ростовский Рядом бегал Сырки ел Молоко пил И вот настал день соревнований Как раз Где-то 26 Наверное декабря Это было Восемьдесят 1974 года И я на них поднимаю Вот смотрите Кто был 130-160 Я на них поднимаю 140-170 То есть за 3 месяца Результат Увеличился По 10 килограмм В каждом движении Это очень хороший прирост В итоге я выполняю Норму мастера спорта Дзик Это декабрь А по-моему Где-то в конце января В начале февраля Ну примерно так Или в феврале То есть в месяц Где-то через месяц Через полтора Где-то вот так вот Соревнования уже Первница вооруженных сил Где я выступаю И я уже там поднимаю 140-180 То есть еще у меня вырастут Результаты Видите как То есть я разогнал Вот это Создал это плато Разогнал организм Он у меня знаете Как айсберг Когда-то его Толкаешь-толкаешь А потом толкнул Он по инерции уже пошел Он начал уже Адаптироваться Набирать силу На это Кстати я мог там Вырвать и побольше Вырвав 140 килограмм Я пошел на 145 И эти 145 Третий подход Потянулись Гораздо легче Нежели там Вот эти веса То есть я даже не ожидал Знаете Человек Когда Поднимает штанг Он примерно Готовится К сопротивлению Вот такому-то А тут его нету И я просто-напросто Из-за того Что штана Показалась мне Слишком легкой Я ее не смог поднять То есть я ее Вырвать вырвал А вверху там она Не удержал ее Вот Вот такая вот Интересная вещь Вот И В дальнейшем Так Продолжать Тренироваться С маленькими Такими весами Ну как с маленькими весами С какими там Допустим Рывок я делал Рывок я делал Это тренировочный вес Где-то был у меня 100-110 В основном 100-110 120 Особо не это Ну По несколько раз Регулярно Подход за подходом Все это я там делал Потом допустим Там попробуешь Килограмм 120 Ага Как-то там Летит в руке Раз чувствуешь Раньше все Отрывал А то Полуприсед А то Стойку А ну все Значит Где-то Прирост будет И уже понимаете Как бы сказать Появляется Азарт Вот ты там Готовился Там 3 месяца Или еще Сколько там Ну-ка Сколько там Сейчас Сможешь Вот Гид Вот Вот это Наоборот Энергия Как-то Она даже Не растрачивается Она вот Накапливается И ты так Взрываешься Бадан Бадан Вот такие вот Воспоминания У меня Уважаемые Уважаемые посетители Канала Для вас Моя личная Библиотека Авторская По ссылке Которую я даю Под каждой Программой Вы можете Перейти В библиотеку И бесплатно Воспользоваться Моими книгами Будете знать Столько Сколько Знаю я Всего Наилучшего Продолжение следует